Итак, пресс-конференция о начале конкурса молодежных программ развития города Харьков и Деморазом Харьков «Going Global» называется, его поддерживает Сергей Жадан и Международный фонд «Возрождение». И об этой идее и о своем конкурсе Тарас Данков, председатель жюри, один из авторов идеи, Елена Рафабеткетова, руководитель проекта, Елена Расхадова, руководитель роскошно-украинского представительства Международного фонда «Возрождение», Дмитрий Грицкий, и эксперт, и член жюри. Тарас, если можно, об идее, что будет происходить, об этой глобальной городе, получается? В принципе, идею Харьков «Глобальное место» я запропонувал еще в квитне, и вона была повязана, вона была повязана, в перше была публикация в газете «Гражданское общество», «Громадянское суспільство» на эту тему, повязана с тем, что нам треба найти какую-то продуктивную, конструктивную идею для розвитку міста. Мы занадто занурены в свои проблемы, мы занадто занурены в пошук ведущих, а насправді проблема, как виявилось, вона проста, но чому-то нам до конца не осведомлена. Вона повязана с тем, что Харьков является очень-очень великим городом. 18 за размером Місто Європи. Мы не понимаем, насколько размер имеет большое значение. Уявите себе, вы едете в автобусе переполненном людьми, где лазик, в котором сидит приблизительно 50 людей. Вон еде повильно, дыхать нема чем, вы ображаетесь на воде, вы штовхаете один одного, без культуры процветают все таки, И дивитесь, чему рядом люди, которые едут в чудовом, то есть в меньшей колькости, в больших трошечки автобусах, у них все доброе. Потому что просто-напросто вы не разобрались, что не можно, вернее, что вам нужно что-то другое, трошки больше на такую колькість людей. Пятая миллиона наше место, та навколо агломерація, суммарно, с населенными пунктами, которые близко Харькова, это 2 миллиона. Я буквально позавчора выступал в Стокгольме, там была зустріч, семинар, связанный с Украинской кризой, я выступал перед шведскими, там были люди, которые принимают решения, громадянское суспільство, журналісти там были. И когда я им объяснил, они очень хорошо понимают, но они быстро сразу применяют и на себя. Потому что Стокгольм за размером, это место такое, как Харьков. Они сразу скажут, ага, а у нас тоже глобальное место, звичайно, глобальное место, Стокгольм, потому что то, то и то. Вот тут був посол Швеції, якось мы проводили прес-конференцию, я тому допомагал перекладати, коли в Харькове. Він сказав цікаву думку, що в Швеції так все працює, що ще два бізнесмени, коли створюють підприємство, вони ще думають, можливо, про те, щоб діяти на рынку Швеції. Коли три бізнесмени, це вони вже створюють експортну кампану. Про що, до чого я звертаюсь? Тобто, якщо ваше місто є великим, таким є великим за розміром, як Харьков, а знову ж таки, порівняти можна Харьков з Мюнхеном за розміром, Харьков можна порівняти, він трошечки менший Мюнхена, менший Барселони, але вже більший, ніж Мілан. Так от, якщо таке місто є великим, то воно повинно ставати глобальним гравцем. Тобто, багато з того, що відбувається в місті, повинно бути повернено в напрямку міжнародному. Багато з того, що відбувається в місті, проекти, бізнес, взагалі, все це слід замислювати таким чином, щоб воно мало певний міжнародний масштаб. Театри повинні робити такі заходи, куди будуть їхати люди з усього світу. А наші галереї, тобто Харків повинен стати там туристичною дестинацією. Місто у нас в Харкові, навчається зараз 20 тисяч іноземних студентів. Ми взагалі не усвідомлюємо, що це означає. Харків – десяте за розмірами університетське місто в Європі, за кількістю студентів. Десяте за розмірами. Знову ж таки, ми просто маємо на увазі, що у нас є студенти. Що це означає? Ми не уявляємо на кінця. Отже, я запропонував фактично це питання. І я, знову ж таки, якщо нам цікаво послухати, що таке глобальне місто, ми можемо прийти тоді на презентацію, про це будемо говорити пізніше. І там вже розповім більш детально про идею глобального міста. І тепер, як це втілювати? Ну, от про це, як це втілювати, я думаю, наступні вже будуть виступи, тому що це один з проєктів, це якраз приклад того, як цю ідею можна втілювати. Тому я в ньому, тому я дуже рада привітав ідею авторів вже проєкту, створити його навколо якраз цієї концепції глобального міста Харкова. Дякую. Подробності проведення конкурса і условія, і готовіщіся сюрпризи. Елена попросила. Попроси, стоїть. Дякую. Виходи свої ручки, нічого, нічого, нічого. Ну, в Стокгольмі вони взагалі не могли б включити обладнання. І все було нормально, а все не здається. Потім пішли, знайшли техніка. Я в Києві, я в Києві был на дніжитутній конференцій, по-другому, фьючерлаб. 400 чоловік англічані приїхали і ніколи вайфай не працювали. Тобто нормально. Так, що нормально. Говорят, дождь хорошая примета дорогу. Ну, будем считать, що у нас тут небольшой дождик прошел. Будем считать, це хороші приметы. Я представляю фонд, благотворительний фонд «Харьков с тобою». При підтримці фонду Международного ведродження ми проводимо конкурс міжнародних, міжнародний, але поки що міжнародний, міжнародний конкурс міжнародних программ розвиття міжнарода Харькова. Імею в виду, що город Харьков лет через 15-20, 10 може дажить, безусловно, буде глобальним городом, глобальним місцем. Друге дело, що ми з вами должны розуміти, що для того, щоб через 10 років щось произвало, наприклад, глобальним місцемодваження, ми повинні починати прямо зараз. Например, с этих выборов, потому что ждать уже больше нет времени. Следующие выборы будут еще аж когда-то, когда-то, а нам уже нужно двигаться. Сейчас мы уже живем в нашем городе, мы уже молодые. Идея проекта, идея конкурса состоит, как я сказала, в том, чтобы молодежь, то ли это будет организовываться молодежные команды, то ли это будут команды от каких-то уже организаций существующих, то ли это будут команды от вузов, от, я не знаю, от барабы какие-то команды, как вам удобно будет, я обращаюсь сейчас к молодежной аудитории, как вам удобно будет организоваться. Мы предлагаем подумать о том, каким быть городом и создать, написать программу, то есть ваше видение города, чтобы это было сказано, проартикулировано, как говорится, молодежью. Что мы хотим? Ну, я все еще примазываюсь к молодежи, что вы хотите? Вы знаете, вот, в частности, вот такая оговорка, мне моя приятельница говорит, Лена, ну что вы, вот опять вы навязываете молодежи, вы должны были, ну, может быть, даже дождаться как-то так. Возможно, потому что я все еще, мне кажется, что я молодежь, во-первых. Во-вторых, я уже начинаю понимать, вот у меня дочка на первый курс поступила, что как-то надо чуть-чуть подвинуться, то есть хочется и опытом поделиться, и подсказать, что вот есть глобальный город, есть к чему стремиться, но люди, напишите, скажите, как вы хотите, давайте мы поможем вам, поддержим. В конце концов, где-то, как говорит Тарас, откроем дверь возможностей, покажем, что может быть, но мы предлагаем включиться молодежи, активизироваться, потому что, как нам кажется, в городе сейчас нет какой-то монолитного студенческого молодежного движения, а очень его не хватает, и этому тоже посвящен наш проект, по сути дела. То есть это и конкурс, и желание активизировать, поддержать молодежь. Елена Расмолова, зачем? Да, конкурс завждения поддерживать такие проекты. Ну, насправде, фонд «Видродження», международный фонд «Видродження», прошу не путать с партией, он завжди на какие-то новостейные идеи, и вот сегодня я пригодила, как ровно рік тому мы с Тарасом Данько сидели в кавьярне «Золотый дукат» и за фельджанкой кавой обговорювали идеи, что треба сделать так, чтобы у Харков не вважали каким-то провинційным городом, а насправді, это очень мощное город для развития идеи, в том числе идеи молодежных, потому что очень много вищих навчальных закладов и очень много активных молодых, но, на жаль, она не объединена. И тогда Тарас сказал про это, что, несмотря на начатку операции АТО, у Харкови есть очень большой потенциал, как для инвестиций, так и для развития культурных программ, но никто про это не знает. И вот тогда он оглашал на то, что следствие захода, которые проходят в Харкове, эти программы, про это рассказывать людям не только в Украине, но и за кордоном. И первый поштовх этой идеи, Харков как глобальное место, он был проведен в Фейсбуке. Тогда создана сторона в Windows Харков англомовная, где просто каждый мог написать, что происходит в Харкове англійською мову. Я думаю, что эта идея также будет продолжаться. То есть люди очень зацикавлены. И те студенты иноземные, которые приезжают до Харкова, и те миссии иноземные, они очень интересуются, чтобы мы обменялись информацией. Это, по-перше. По-друге, фонд «Видроджение» зацикавленный на данном этапе самым участью молодых в выборах, потому что, на жаль, молодь, особенно не в Киеве, а в областных центрах, выявляется пасивной и просто не приходит на выборы. Поэтому мы этот начаток Харкова англоба расцениваем как поштовхом до молодых, чтобы их голос был почутен. Ну и, взагалі, фонд «Видроджение», если вы посмотрите на проекты, которые уже были втелены на Сходе Украины, в Схидноукраинском представительстве и, взагалі, в Украине, всегда вдохновляясь на те идеи, которые инновационные, реальные и могут втелиться в общественную организацию. Поэтому я вас закликаю вселяху до того, чтобы вы через общественные организации подавали свои проекты и мы их будем рассмотреть. Дякую. Да, Елена, у вас какое-то уточнение. Самое главное я забыла сказать. Прошу прощения. Итак, 28 сентября и 30 сентября будет презентация специально для молодежной аудитории, для молодежи презентация проекта, презентация идеи Global City, уже в более развернутом виде с картинками и диалогами, в пресс-службе стадиона «Металлист» в 5 часов вечера. Оба дня в 5 часов вечера начало. Мы приглашаем молодежь, мы приглашаем уважаемых журналистов на это мероприятие. Это будет, в общем-то, и началом конкурса. Презентация предполагает в конце небольшой сюрприз и экскурсию по стадиону. То есть вот такой. Пожалуйста, приходите. На сколько? В 5 часов стадион «Металлист». А как принять участие? Принять участие нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «Харки Виз Ю» оргам. Там есть реестрационная форма. Спасибо. Да, если можно, Дмитрий Третьевский. Да, обязательно можно. Я здесь, в этом проекте участвую как эксперт, потому что я за последние пару лет участвовал в очень многих городских проектов молодежных. У меня сама молодежная команда, я преподаю и участвую в многих молодежных программах. И что я заметил? Я заметил, к сожалению, что очень многие действительно интересные идеи, которые студенты или молодежные группы, организации предлагали, они не были глобальными. Причем они были глобальными не с точки зрения идеи. Они были не глобальными с точки зрения того, что они сами себе ставили ограничения на возможность реализации. Они сразу говорили, ну мы не найдем денег под этот проект, ну мы не договоримся с городскими властями, они нам не разрешат закрыть что-то или открыть что-то, как, например, улицу Пиркия-Снобьяненко сделать на самом деле пешеходной. Это было бы супер, это изменило бы целую инфраструктуру города, потому что с открытием торгового центра Никольский магазины умрут, и мы должны будем иметь улицы вокруг или район, кафе, как это в любом европейском городе и так далее. То есть я в данном случае хочу предложить и акцентироваться именно на глобальных идеях, как на стартапах, потому что когда придумывается любой стартап, не придумывается, где мы найдем деньги, или как мы будем реализовать этот проект. Мы, как художник, любой великий художник, когда рисовал картину, не думал, за сколько он ее продаст, и станет ли она великой. То есть на самом деле не стоит откидывать ни одну идею, надо только научиться работать в команде, и эти идеи генерировать и обтачивать между собой. Я встречаюсь с очень многими иностранцами, вчера мы коммунголандцы приезжали, они вот здесь там с 12, 13, 14, 15 год, они видят огромный потенциал, и мы обсуждаем это. Они, основная проблема, и проблема это в бизнесе, который, к сожалению, и точно так же отображается среди молодежи и студентов. Это неумение взаимодействовать друг с другом. Мы с вами одной кровью, все, да, вот молодежь, условно говоря, же люди, желающие перемены. В городе Харькове этих людей уже достаточно для того, чтобы производить перемены. Считается, что город может быть глобальным, если в нем есть 1% населения, которое задает лидерские качества. Так вот, при том количестве студентов, которые у нас есть, при том количестве молодежи, у нас значительно более чем 1% людей, которые могут генерировать эти мысли, которые не боятся рисковать. Поэтому цель проекта не ограничивать себя какими-то надуманными невозможностями, а действовать действительно глобально, но в интересах целого города, а не в интересах какой-то группы людей. Да, если можно, угадать, перейдем тогда к вопросам, для того, чтобы, может, кому-то от чего-то непонятно, и вы наиболее полно еще дополните свои деньги. Если можно, вопросы. Да, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, сколько этапов будет у конкурса, он будет, как долго длится, то есть для молодежи? Конкурс. Начало конкурса предполагается буквально 2-го, 28-го сентября, 28-е, 30-е, это презентация. 2-го октября встреча капитанов. К этой встрече капитанов уже пройдет маленький, но очень важный первый этап конкурса, который будет посвящен организации команды, сплочению команды, тому, чтобы команда научилась очень быстро, экстремально работать вместе и понимать, кто есть кто, кто за что отвечает. Затем длительный период до 24-го октября, это, собственно, написание программы, молодежной программы развития города. Затем этап фотофлешмоб, громадская позиция. Речь идет о том, что мы не просто должны все-таки написать, не только задать тон и сказать, что мы хотим, мы хотим сделать маломальское движение в эту сторону, сходить на выборы. Ну, как в том анекдоте, давайте купим лотерейный билет, в конце концов, давайте хоть что-то изменим. И, наконец, ориентировочно 7-го ноября, финал, в который выходят три команды. Победители. Простите? Я говорю, 7-го ноября случая, да? Вы знаете, случайно. Потому что они молодые. Я уже забыла об этом. Спасибо за вопрос. Ну, так вот мы попрем этот вопрос. Это спросик, да. Команда-победительница, мы предлагаем команде-победительнице занести программу, которая победит, соответственно, на первую сессию горсовета. Это будет голос молодежи, таким образом зафиксированный и переданный нашей новой власти. А затем поездка в Одессу трехдневная, где будет знакомство с работой команды Михаила Саакашвили, взаимодействие команды с молодежью. Это такой, тот приз, который можно, скажем так, потрогать руками. А на самом деле, вот Тарас, может быть, более развернуто ответит о том, что, ну, во-первых, мы надеемся, что молодежь таки, да, между собой дружится, объединится, поймет, научится разговаривать между собой, поймет, кто, что, кого интересует. А кроме того, масса есть мероприятий, на которые Тарас предполагал тоже приглашают. Ну, тут кілька слів я додам, потому что, справді, ну, конкурс это швидше просто формат. То есть, формат, связанный именно с тем, возможно, это швидше, ну, повинен быть формат, взагалі, где мы представляем проекти, проектные идеи, которые разработают те, что и другие молодежные, молодежные, не лякайте меня. Там Андрей. Я так сказала, Андрей, рулятся. Молодежные программы. Потому что, смотрите, на самом деле, хитрость в чём? Что молодь, взагалі, не нужно никакой журеи. Не нужно никто для того, чтобы эти программы разработать, а потом втёлювать. Журеи, это, снова же таки, певным чином, так би мовити, умовно кажучи, треба повернути цю ситуацию з голови на ноги. Тобто, в чём, в каком сенсі? Что сейчас, как журеи старшее поколение, будет что-то там оценивать, думать, что нравится, что не нравится, на самом деле. Что значит повернути з голови на ноги? Насправді, господарями міста уже зараз повинні себе відчувати молоді люди. Это надзвичайно важливо. Я пояснюю молодим людям. Від Харкова не втечешь. Якщо ти мав на ногу тут народитися, чи тут отстримувати освіту, то назавжди ти повязаний з цим Харковом. Тебе будуть питати в будь-якій частині світу, де ти народився, звідки ти проходиш, з якого місця. І якщо ти весь все життя повинен буде всім доводити, що щось доводити, умовно кажучи. От у нас в Харківлян дуже часто старше покоління, можливо, підтвердить, існує певний комплекс меншоварностей. Харков'яни їдуть з міста і потім забувають про своє місто. А вони намагаються робити вигляд, що вони не звідси. Чому б це? Тому що, можливо, існує певний комплекс. Можливо, щось люди не до кінця зрозуміли, взагалі, звідки вони. І, можливо, вони вважають, що це не є великою гордістю в світі бути людиною з Харкова. От людина, яка в 80 років, я вчора знову ж таки це розповідав, позавчора це розповідав в Швеції, і вони мене зрозуміли. Людина в 80 років каже, я закінчив Гарвард, і всі зрозуміли, а, Гарвард, і ми в 80 років. Так ми можемо зробити, що людина в 80 років десь вже жив, чи де завгодно у світі буде казати, я з Харкова, я вчився в Харкові. І всі будуть кажуть, так, ну, Харків, зрозуміло, це серйозно. Тобто від Харкова, ще раз повторюю, не втечеш, це буде або плях, вибачте мене, на вашій біографії. Або це буде актив, який завжди буде вашим активом. І тому молодь, ще існує такий момент, пов'язаний з тим, що справді молодь зараз модулять, приміряє, і взагалі вона повинна проєктувати країну, Харків, як він є. Я думаю, ви звернули увагу, я звертаю зараз більше до молодих облич, а коли сказали про 7 листопада, то сміялися люди трошки з іншим віком. Їм було смішно. Я спеціально подивився на вас. Вам взагалі не смішно? Про що? Про що взагалі тут ми говоримо? Тому що взагалі ваше поколітня повинно ставати господарем, а людей, таких як ми, які записалися в журі, формально краще вважати тими людьми, які є певним ресурсом. Все таки, давайте і так подивимось. Тобто, люди, які можуть допомогти, люди, на яких ви можете перевірити свою ідею. Ми іноді можемо бути, якщо попросити, жорсткими, як спаренз-партнери, о, віці більш досвідчений боксер, більш молодим, але насправді ви на нас відпрацьовуєте свої ідеї. Що може бути далі? Далі, наприклад, знову ж таки, це приклад, один з прикладів в 72 години, ми пам'ятаємо найбільше, що відбувалося. Після мого виступу, знову ж до мене підійшла дівчина, вона представляє українську спілку, верніше, спілку української молоді Стокгольма, 70 людей в організації. Вона зразу вітала візиту і каже, мені сподобалось, якщо у вас в Харкові є молодіжні організації, які зацікавлені, що з Харкова болот є, яка буде їхати в Стокгольм, будь ласка, звертайтеся, ми будемо підтримувати, будемо думати і таке інше. Тобто, молодіжні організації насправді у всьому світі, вони хочуть співпрацювати з молодіжними організаціями. І нам треба досить швидко якось разом вирішити цю проблему, щоб у нас було кілька молодіжних організацій, умовно кажучи, з світовими брендами, до яких можна звертатися напряму, куди міжнародні молодіжні організації чи молодіжні організації закордонних легко можуть туди заходити напряму, не через Тараса, не через когось, а напряму. Я думаю, що це якраз завдання от такого нашого більш активної співпраці буде полягати в тому, щоб десь можливо вже на грудень, на січень вийти на такий формат, щоб у нас з'явилось там кілька, до десяти, я б мрію про те, щоб у нас Харків було хоча б до десяти молодіжних організацій, які вже мають міжнародні, власні міжнародні контакти, яких вже далі почали рекомендувати як партнерів в цьому світовому молодіжному середовищі. І далі воно піде. Насправді такі організації є, я бачу Олександру Нарижну, вони чудові роблять фестивалі урбаністичні, але проблема в тому, що це активності, які насправді робляться окремо, тобто вони не об'єднують всю молодь. А нам хотілося б, щоб ці організації були загальному міськими на кшталт фундації регіональних ініціатив. Колись я приїхала до Харкова сім років тому, ця організація була дуже потужна і дуже популярна, тобто вони проводили загальноміські такі активності і навіть Тарас сказав, що на рівні України та на рівні світу їх знали. І от хотілося б, щоб це були не просто контакти, наприклад, з Німеччиною Дня музики або міських реформ організацій, а щоб про це дійсно здавалися у світі. Щоб Харків у нас не асоціювався тільки з війною, там з операцією ТО та з кількістю жертв, як це зараз відображається у європейській пресі. А щоб це дійсно було місто, яким ми пишаємось завдяки ІТ-технологіям, завдяки молодіжним громадським організаціям і завдяки тим подіям, які і так тут відбуваються. Бо тут дуже є талановиті архітектори, музиканти, культурні діячі. Але Жадан, він чому відомий? Тому що він їздить по світу і він спілкується. Вже він вийшов за рамки і Харкова, і України. Але такі люди є ще у Харкові. Ми хочемо, щоб саме вони були тією рушильною силою. І от зараз я дуже рада, що тут зібралося у залі багато молоді, щоб не ми якісь ідеї там проваджували, а саме молодь до нас приходила з ідеями і наше завдання було просто допомогти, в тому числі і фінансово. Але правильно Дмитро сказав, що не можна думати, що давайте щось таке придумаємо, щоб отримати гроші. Спочатку треба подумати, що ми будемо робити, навіщо, з ким ми це будемо робити. І тоді гроші точно знайдуться. Ну тобто як пишеться проєкт? Вже час пройшов, коли грантожери, вибачте, писали, о, який там пріоритет, енкологія, ми будемо писати на екологічну тематику. Завтра там права жінок, о, наша організація буде займатися правами жінок, бо це зараз популярно. Ні, зараз фонди всі, не тільки відродження, вони фінансують ті проєкти, які дійсно є перспективними. І от, як ми побачили, що це йде, буквально вона вітала у повітрі. І, ну, зараз її подає Харків з тобою, можливо, іншим громадським організаціям також вона сподобається. І після виборів вже вони також захопляться, і це буде конгломерат, скажімо, громадських організацій, які будуть реалізовувати цей проєкт. Дякую. Дякую. Я буду воно си не воно. Я могу тоже добавить деньги. Знаєте, голландці, ітерландці, італьянці, город закройт, город закройт. Как сказав гадна Тагеринщиков, город на букву Х, закройт у куполу. То есть, если город открыть, это будет... Мы їздимо во Львов і в Одесу, а голландці приїжають і говорят из Києва, говорят, а у вас ресторанні лучше. Может, вони не туди зашли, напрямер, да? То есть, ми не ценим себе, а це треба делать. Це треба делать. Себя треба любити. Вопроси? Давайте, молодежі. Маргарита Дени, я хочу уточнить, касаємо форму заявки. То есть, это должно быть заявление, не по презентации, в якому на коме подається заявки. Есть ли ограничения на какую-то математику? И начиная с 28 числа уже можно подавать заявки? Может, при третьей? Да. Сейчас, постепенно. Во-первых... Какой микрофон? Спасибо за вопрос, Маргарита. Итак, первый шаг – прийти на презентацию, которая состоится 28-го и 30-го числа в пресс-центре стадиона «Металлист». Предварительно, мы просим зарегистрироваться на презентацию, регистрационная форма на сайте харківвизю.орг. Это пункт 1. Есть фейсбук старинка. Да, дякую. Если фейсбук старинка, то обращайтесь. Харків Стабу. Харків Гоин Глоба. Все ясною. Все ясною состою. Це перший крок. Дальше. 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 Нужно, естественно, подать заявку от команды о том, что вы участвуете, хотите участвовать в конкурсе. Заявка от команды. Форма заявки появится на сайте харківвизю.орг 1 октября в 00.00. Так. Потому что, ну так как мы проводим две, я объясняла такое. Мы проводим две презентации, чтобы участники обеих презентаций были в равных условиях. Поэтому начало конкурса, начало регистрации команды. Анжела. Анжела отвечает за конкурс. Извините, я уточняю. Правильно? Форма. Да, во-первых. Во-вторых. Во-вторых. У вас есть, я надеюсь, у всех блокноты. Если не дай бог кто-то пропустил у нас, возьмите этот блокнот. На одной из страниц есть форма подачи заявки. Поэтому можно подавать заявку от команды можно с 28 сентября. Прямо на презентации. Или в электронном виде, или с помощью бумажного. А в 0000, 1 октября, будет первое задание. Извините, пожалуйста, я немного забыла. А, уже получит первое задание. Всегда лучше сидят, а не искать. Я с вами ответила еще. Ограничение по тематике есть? Ограничение по возрасту. По возрасту, вы знаете, мы написали 17-28 лет. 28 лет, я не знаю почему. Комсомольский возраст. На самом деле, это некоторая условность. Раз уж мы говорим молодежное, что конкретно мы имеем в виду? Мы имеем в виду молодежь. Но это не значит, что если в команде будут 30-летние, как мы скажем нет. Ничего подобного, пожалуйста. 16-летние тоже могут быть. Да. Да. То есть, ограничение по возрасту. По возрасту. Ну, ограничение в том смысле, что молодежная. Это должна быть молодежная команда, молодежная программа. По поводу тематики, идея такая, что коль мы предлагаем, и мы надеемся, что с нами соглашается большинство присутствующих или большинство участников конкурса в том, чтобы мы построили глобальный город и жили в глобальном городе уже через обозримое количество лет, ну, видимо, эта программа должна быть направлена на то, чтобы мы двигались в сторону Global City. То есть, это вряд ли будет речь идти о том, чтобы… Пару примеров. Я думаю, это у Дмитрия в кармане запасено. Да, у меня не только пару примеров. Примеры массы. Один из примеров уже произошел. Это, на самом деле, глобальное движение – это открытие пешеходной улицы города. То есть, которая трансформирует, трансформирует очень большую прилегающую зону. Стимулирует распроявление нового бизнеса. Там, если вы обратите внимание, куча мест, которые продаются в аренду или сдаются в аренду, которые могут быть под кафе, галереи, шляпный перемолок, плюс мэрия. Это улица за мэрией, что никак… Ну, где-то там на болтавском шляхе, извините, или там на каком-то другом Салтовке, даже или на Алексейке. Это улица, которая символизирует открытость города и так далее. То есть, вот это, на самом деле, реально глобальный проект, но который должен учитывать все взаимосвязи возможные и риски и так далее. И вот именно цель жюри – показать эти риски, потому что в жюри Олег Розду, ведущий архитектор Украины, Юрий Спасов, директор проекта. То есть, есть люди, которые имеют и архитектурную, и бизнес-составляющую, и экономическую и так далее, которые готовят, просто с разных сторон показать, как это было. Есть масса примеров европейских там, как это можно сделать. Ну, об этом я лучше на презентации 28-го числа. Ну, еще бы я… Если говорить о жюри, то еще мы пригласили Надежду Савинскую, которая дала согласие. И это, кстати говоря, вот будет и представитель такой яркой молодежи, яркий молодежный представитель. И я бы еще так сказала, что мы предлагаем говорить о программах, не о проектах, нацеленных на, допустим, как сказал Дмитрий Улицу, да, но так, чтобы мы посмотрели на то, чтобы охватывало город. Что я хочу сказать. Если мы говорим, допустим, о каких-то фестивалях, пусть это не будет рассказано о каком-то конкретном одном фестивале. Пусть будет сказано, что в глобальном городе, к примеру, ежемесячно проходит международный фестиваль там рока. Ну, ладно, современная молодежь, наверное, не рока. Обязательно. Рок, MTV Индия подняла… Хорошо, хорошо, хорошо. То есть, я хочу сказать чуть более общо, речь не идет о проекте, речь идет о программе. Если мы говорим о каких-то экономических вопросах, давайте говорить о том, что в городе мы предполагаем, что должен быть настолько благоприятный инвестиционный климат, чтобы в городе было N, а то и все K иностранных компаний. В настоящий момент у нас какие есть иностранные компании сходу. Филипп Морис, Саненбев и… Нет, и Дмитрий Кашенкери. И айтишник. Да, и айтишник. А, наверное, нам хочется, и собственно говоря, как мы слышали от молодежи буквально, хочется работать в таких организациях, у которых и опыт, и в которых вы видите себя тоже. То есть, возможность построения карьеры тоже. То есть, понятия глобального города включают конкретные критерии. В частности, количество международных компаний, количество пресс-центров, международных СМИ, количество политически ярких фигур и так далее. Поэтому, еще раз возвращаясь к вопросу, я предлагаю сосредоточиться на общем видении. Чуть-чуть приподняться над маленьким проектом, говорить о большом видении, о программе. Спасибо. Ну еще, можно я два слова скажу про все-таки это? Не, ну сейчас мы просто… Не-не-не, вы скажите. Я спросился. Вот, критерии, я думаю, вам уже раздали. Если нет, то они еще есть. Там вы можете побачить, что, в том числе, чётко пишется, на самом деле, это не мы придумали эти критерии, они уже есть для того, чтобы выяснить, чьи место есть глобальным или нет, количество штаб-квартир компаний еще входят до списка 500, Fortune 500, наибольших компаний света. То есть, фактически, если в Харкове будет представительство хотя бы сотни таких компаний, я думаю, что у нас тут справедливо будет абсолютно на другие уровни жизни и так далее. У Харкова для этого есть все перспективы, в том числе и через биографическое место расположения и так далее. Теперь, что касается… Я же хотел бы тоже сказать, что это программа. На мой взгляд, мы, взагалі, должны отмолиться от этого. То есть, молодежная программа – это, фактически, программа, которую сама молодь может втёлювать. И если она будет это втёлювать, ей будет понятно, что существуют какие-то стейкхолдеры, есть такое понятие для молодежи, я думаю, это зацикавленные стороны, которых нужно в переговорный процесс в эту программу, то молодь должна уметь это делать. То есть, стейкхолдеры есть местная рада, стейкхолдеры есть бизнес, представители бизнеса разговаривают с бизнесом, стейкхолдеры есть какие-то установки. То есть, фактически, программа, я думаю, где ядром, как раз, их будут, справедливо, молодые люди, и мы должны, взагалі, перестать в місте писать программы для кого-то, там, пропоновать программы для влади, и там, десь, нехай, кто-то сделает. Нет. Это могут быть программы, которые мы справедливо понимаем, что, если мы найдем справедливость, побудемо коалицию, и, до речи, про это, весь час, как раз люди с европейским святоглядом, с европейцами, из разных стран страны, и идти вперед. То есть, фактически, конкурс, это будет, справедливо, конкурс для вас самих. То есть, это есть какой-то майданчик, где вы можете заявить, что вы что-то можете сделать, и это будет, и возможность, в том числе, объединяться между собой, вокруг тех инициатив, которые будут сильными. А наше завдание, а потом вы нас спрашиваете, как члены в жюри, а что вы помогли нам, ну, в той частине не в стилене, а найти еще партнеров, и так и иначе. Дякую. Вопрос. Теперь вопрос. У нас здесь Иван задаст вопрос, а потом Наталья. Хорошо? Наталья, погодите за колонной. Одно такое подвижное питание, одно очень короткое уточнение, одним речем буквально. Дмитро говорил про конкретные проекты, такие, ну, локальные, да, зрозумительно? Нет, это проект одной улицы, это очень не локальный проект. Нет, это конкретный проект, да, это конкретный проект. Олена говорила швидше про визию. Так что подавать? Мы говорим про визию. Проект, который премьер приводил Дмитрий, может служить... Это на самом деле визия. Я тоже. Наследки дуже великие. Наследки сменивания. Вот. Позвольте, я скажу. Проект, о котором сказал Дмитрий, может служить отталкивающим моментом, отталкивающей точкой. То есть вокруг него можно закрутить что-то большее. Мы начинаем с улицы. Давайте немного обобщим. Ну, здесь я уже говорю как математик, да, когда мы берем что-то меньшее, говорим о чем-то большем. Вот о чем речь. То есть, если мы видим правную точку и можем аргументовать ее расширение... То как раз цель жюри может быть показать, потому что на этой улице могут быть те же ежегодные театральные фестивали, которых у нас было два в свое время, международных. А сейчас мы... Завтра. 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 Мы меньшее, Наталья. Аааа. И еще, вот у вас несколько раз прозвучало слово «виборы», но я думаю, что не всем было зрозумяло, на какой связок, какой связок между выборами, и тем временем. Да. Аааа. Наталья, как у вас? Секунду. И что будет, если они на выборы не пойдут? Ничего не будет. Вот. Ничего. Если не пойдем на выборы, то не будет ничего, действительно. О. Освобенно в Харькове. В ППШ. А подруга, еще раз, как я сказала уже один раз, я позволю процитировать себя. Если мы хотим оказаться в каком-то месте, хоть во времени, хоть в пространстве, мы должны начинать движение. Мы же понимаем с вами, что вчерашнее завтра, это сегодняшнее сегодня и завтрашнее вчера. Вы как математика. Да. Эти десять лет промчаться, пятнадцать лет, да, мы говорим, через пятнадцать лет мы хотим быть глобал-сити, или мы хотим, чтобы, ну, я хочу, чтобы моя дочка жила в глобальном городе вместе со мной, в европейском классном городе. Но двигаться надо, начинать сейчас. И мы рассматриваем участие в выборах, которые должны пройдуть 25 октября. мы рассматриваем участие в выборах, как, во-первых, маркер того, что мы, опять мы, я имею в виду молодежь, что мы такие активизировались, что мы начинаем движение, знаете, как, опять же, Борис Гребенщиков, мы начинаем движение в сторону весны, мы начинаем движение в сторону глобал-сити. Давайте будем считать, что вот эти выборы это первый шаг. То есть, если они не проголосуют, некому будет реализовывать Ну, я вам рассказал, как вы это понимаете, как фонд подручения. Смотрите. Вот есть модель, так? Гарків-бойнг-глуб. Тобто, выборы это неправная точка. Если вы проголосуете, то эта модель может быть втилена в жизни. Если нет, то, ну, российской мовой, кажучи, «пиняйте на себя». И, ну, самая на молодь мы сподяемся, что они будут сиреной силой общества. Вы видите, что мы еще хотели бы, что мы хотели, или нет, но мы люди радянской системы, и мы застали эту радянскую модель, так скажем так. И это в нашей памяти генетичной навык, мы не можем это изменить. А люди, для которых, вы видите, Ленін не есть какой-то там схем. Так. Просто портрет, а не идеолог. Самые они сейчас могут изменить Харьков и сделать так, чтобы Харьков был частью Европы. А не просто шлях. Вот я чую протягом последних десяти лет шлях до Европы. Что шлях у нас очень долгий. А тут, ну, самым сделать тут и сейчас. Самые те фестивали, которые на минулих выходных проводились, так, у Старом Цирке и на этой пешеходной улице. Вот это приклады, как сделать тут и сейчас. Не надо ждать, не надо разработать какие-то концепции, потому что как раз вернешься, нет, давайте мы створим комиссию, концепцию разработаем. Вот тут проекты, которые будут встлены именно здесь. все. Программа. Программа. Я заключающее за приз Саакашвили. Хотелось бы уточнить, извините, ребята, а помогать командам можете, есть возможность? Да, естественно. Каким образом? У нас и эксперты, будут работать эксперты, и члены жюри открыты для того, чтобы помогать командам. То есть предполагается, что при необходимости, да, спасибо, кстати говоря, что вы спросили. Естественно, естественно, да, какие-то вопросы, подсказки и все, то, что говорил Тарас, это буквально жюри призвано помогать в создании, в написании программы. Да. Вы не боитесь, что вот это покорение, выросшее в Советском Союзе, будет консультировать молодежь? Нет, нет, можно я в конце это неправильно, значит, ну, Александр, можно я ответить? Дима, можно я ответить? Как председатель жюри и всякое такое. Значит, я пригадую, мне кажется, была презентация проекта АЧАГА, там, где школяри дослеживали историю АТО, которая происходит на их АЧАГах, они интервьюали, и там было очень интересно, потому что, фактически, это была пресс-конференция, это было два старшего века, и, соответственно, очень интересно было, я задавал вопросы школярам, и я задав таке вопрос десятикласснику, мне понравилась его глубина и вообще очень интересно, и я задав вопрос, а какое у вас вражение от того, в социуме, в котором вы опинились? И он, по сути, ответил так, я в шоке. Понимаете? На мой взгляд, нам всем нужно выйти из этого шока, потому что я думаю, что это самое важное, мне кажется, это как раз на ваши вопросы. И справедливо надо научиться нам между собой поговорить. Это старшее поколение, его нужно перевчать, быть более толерантным. Молодшее поколение тоже, мабуть, должно понять, каким бы оно ни было это старшее поколение, но... Я понимаю, шок от того, что видят, молят, но я думаю, что и мы запитывали, у них у всех, и они сказали, что мы приняли для себя решение, что мы не поедем, люди в веке 17 лет, они как раз по черзи сказали, что мы в шоке, но мы понимаем, что мы не можем покинуть, это наша ответственность сделать что-то нормальное. Фактически, в 16-17 уже у этих людей есть понимание того, что никто, кроме них. Вот. Ну, вот такая ситуация. Поэтому это очень глубокое вопрос. Я думаю, на том, как будет побудована работа жюри, много в чем будет тест на справедливость этого проекта. Дякую. Единственное вопрос рождается. Давайте два коротких вопроса, которые закрываются. Скажите, пожалуйста, вы предлагаете молодежи голосовать за какую-то консультацию марки или как? Да. Мы не предлагаем голосовать. Подождите. Мы предлагаем участвовать в выборах. А, естественно, у молодежи свой выбор. Кого считает? Можно тобой выберем. Тут важно безусловно. Я так понимаю, лучше идеи победителей получат какой-то грантовой помощи и материальную поддержку. Нет? Нет. Еще раз. Поэтому я подчеркиваю слово программа. Речь не идет о проекте. Речь идет о программе, о визии. Пункт первый. Пункт второй. Гран-победительница, команда победительница конкурса. Мы как сказать? Помогаем. Предлагаем принять участие в первой сессии Горсовета и презентовать эту программу как голос молодежи. То есть, вот на что я обращаю внимание. У нас пока что... Секундочку. Подождите. По порядку. Я считала, между нами говоря, я считала, что хотя это и не поездка, и не то, и не сё, но это гораздо более важное, на мой взгляд. Ну, на мой личный взгляд. Хорошо? Потому что заявить о себе, заявить о молодежи, о том, что в городе есть молодежь, и она видит город вот именно так. И хорошо, и поездка, знакомство с Саакашвили тоже. Но финансовой поддержки есть. Не, ну там... Так. До момента. До момента. До момента. Совершения проектов. Потому что то, о чем я говорил. все говорят, а деньги будут? Когда я презентовал эту программу неделю назад на конкурсе во времени здесь, на молодежных инициативах, четыре человека меня спросили. Деньги будут? Будут идеи, будут деньги. Это всегда так. Это жизнь. Спасибо. Предлагаю переместиться в более... и... Ну там. Ну там. и... и...